Доброго времени суток. Продолжаем смотреть мои дневники. Я продолжаю снимать свои дневники. Сейчас я вам расскажу очень важный материал. Очень важный материал. Будет полезен даже для очень продвинутых пользователей. 40-60 левел, производители мицелия. Ну и естественно всем остальным тоже будет полезно посмотреть. Давайте возьмем камеру в руки и будем повествовать, что здесь мы видим. Итак, видим здесь красота среди бегущих. Первых нет и отстающих к этому случаю не подходит. Потому что здесь вот именно вот эта расстановка, которую вы видите сейчас на этой полочке. Здесь мицелии расставлены в том порядке, в котором они стартовали. Внизу здесь отставлены те флаконы, которые по каким-то причинам в жизнь не зародилась. И вот сейчас в первую очередь сам для себя, потому что я потом забуду, как это все происходило. Я могу обратиться снова к этому видео и вспомнить, как происходило, что происходило в зарастании вот этих флаконов. Итак, начнем с того, что вы видите лабораторную посуду, именуемую бутылкой из подводки, 250 миллилитров, четверть. На ней вы видите пробку и обязательно, то что я настаиваю очень важный материал, это всегда должна быть маркировка. Видите, что маркировано 9.01.2015 года. Видим, что это штамм М5 серии 4. Вот сейчас как раз вы узнаете такой интересный материал. Если у вас нет тети, то вам ее не потерять. Значит, вот что она значит. Вот я вспомнил, что нужно начать из этого места. Нужно сначала объяснить происходящее. Значит, если у вас какая-то культурка, вы получили ее, делаете какие-то посевы, то это одно. Но если у вас собралось уже вот такой архивный, скажем, материал, такое количество флаконов, как вы видите, их очень много, это разные штаммы, разные серии, разных грибов, то наступает вопрос, их не просто количество анализа, растут эти культуры или не растут, а вопрос совсем иного плана, насколько быстро. Какой флакончик из этих флаконов, которые здесь, которые лучше, которые хуже, которые вообще не работают. И для того, чтобы выяснить этот вопрос, была проведена полная инвентаризация. Довольно-таки сложный процесс, сопряжен с очень такой кропотливой и аналитической работой. И вот результаты проведения этой работы. Это не полные результаты, это часть этих результатов. Итак, они выставлены здесь в порядке зарастания вот этих культур. И вот показываем, что происходит. Первыми стартовал мицелий серии 4 штамма М5. Как вы понимаете, штамм это означает сорт или вид какого-то вида грибов, которые мы выращиваем. Серия означает, это один из этих флаконов, которые здесь лежат. Ну, к примеру, штамма М5 у меня есть 10 серий, 10 флаконов. То есть здесь высеян каждый из этих флаконов и будем наблюдать за происходящим. Значит, самый массивный, самый быстрый и самый первый рост дала серия номер 4. Это произошла удивительная вещь. Это произошло где-то на четвертый день. Даже на третий день уже были заметны начальные такие вот попытки роста. Далее, та же самая серия 4 штамма М5. Ну, вот проводим здесь такой анализ. Видим, что очень много источников роста. То есть при дальнейших посевах нужно будет обязательно разбавлять эту культуру. Потому что здесь очень много попало клеток. Очень быстрая колонизация. Видим такой вот уже мощноватый такой мицелий, пушистый. И, скорее всего, что его нужно уже переносить в холодильник. Пусть он медленно себе это все дело колонизирует, чтобы не росли вот такие вот подушки. Смотрим дальше. Здесь серия мицелия штамма М5, серия 6. Это все посевы были сделаны одного и того же числа. Вот. Очень наглядный результат. Здесь мы видим 4 источника роста. То есть попали в сам флакон 4 клеточных культуры, которые дали такой вот рост. Это очень хорошие мицелии самой вот этой культуры. Потому что в основном эти клетки монокариотные. Как видите, здесь они по ходу своего роста встречают какое-то время с ростом других клеточных культур. И вот как раз в этой зоне совместного роста образуются дикариотные мицелии. Нам важно, чтобы наш мицелий был чем более монокариотным. Продолжаем. Серия 6. То есть видим, что стартовали они синхронно. Сразу отмечаем, что сама культура довольно-таки чистая, несмотря на то, что здесь написано. Видите, что здесь я влажанулся. Случайно не успел обработать горлышко бутылки. И вытянул пробку. Поэтому нужно было отметить, что если здесь пойдет какой-то брак, то чтобы я был в курсе. Но, как видим, брака здесь не образовалось. И довольно-таки чистая культура. Видим, очень много здесь клеточных источников роста. Очень такой жирный, активный мицелий быстрый. Значит, все здесь хорошо. Дальше наблюдаем следующий момент. Что это у нас? Это мицелий штамма P80. Серия 2. Опять же-таки, в этом он находится пятым по счету. То есть после вот этих флакончиков он стартовал пятым. На пятом месте у нас находится штамм P80 серии 2. То есть в дальнейшем мы будем знать, что лучше всего использовать вот этот флакон. Очень красивый такой своеобразный рост, радиальный. Как вы видите, в этом флаконе очень показательно. Понаблюдать за этим ростом. Да, хотелось бы принести некоторые извинения. people around the world, who is subscribed on my channel, because my English very so-so and very difficult to describe what I am doing here. Поэтому все-таки больше я буду на данный момент рассказывать на русском. Но и так для... Есть много подписчиков, которые смотрят меня из англоязычных стран. Им полезно даже того, что они наблюдают. Итак, что у нас здесь? Это фактически я в первую очередь для себя озвучиваю, чтобы потом на это, обратившись к этому видео, я мог знать, что у меня как происходит. Потому что в холодильнике, возможно, не будет такой возможности уже помнить. Значит, это штамм M5 серия 2. То есть тоже хорошая серия, но здесь видим очень такой вот важный момент. Здесь пошло попадание только одной клеточной культуры. Нет никаких посторонних ростов. Только одна клеточная культура стартанула. То есть мы получим здесь очень ценный монокариотный мицелий. И в дальнейшем из него получится очень хорошая клеточная культура. Дальше. Серия. Штамм M5 серия 1. Как видим, вообще из штамма M5 все серии хорошо стартанули. Очень хорошие, значит, флакончики. Кстати, относительно хранения. Посмотрите, я не буду сейчас останавливать на этом моменте. Относительно хранения флакона я расскажу в следующем видео. Здесь видим уже, можно сказать, полная колонизация флакона. Значит, тоже активный быстрый мицелий. Это сегодня, да, я забыл сказать, что сегодня 26 января. То есть с момента посева прошло всего 11 суток. Вот это 11 суток. Результат на 11 суток. Здесь наблюдаем за мицелиям розовой вешенки. Ну и она какая-то странная вешенка. Рост ее мицелии вообще отличается от вешенки обыкновенной. Он растет таким более пушистым. Как-то растет быстро. И вот таким рыхлым. Это будет лучше видно на пробирках. Ну давайте пробиркам и вернемся. То есть не будем уже разбавлять это видео другими материалами. Сейчас доснимаем то, что у нас. Вот. Опять же таки, очень красивый такой вот пример роста мицелия. Вот на этом флакончике мы остановимся отдельно. Потому что вот там, в левом заднем уголочке, видим появление зеленого инородного тела. А вот, к сожалению, при посеве вот этой культуры, это штамм М5 серия 3, в этом уголочке все-таки поселилась триходерма. Это единичный рост. Ну, нельзя исключить и такого момента, что попала, скорее всего, одна единственная спора. Все-таки как-то умудрилась залететь к нам в флакон. Села там в уголочке и воняет, то что называется. Бывает иногда и в истории, и в мире, когда вроде бы все, казалось бы, хорошо и все прекрасно, но всегда где-то должно найтись какое-то говно, которое испортит всю картинку. Ну, что мы будем делать в дальнейшем? С этой культурой мы будем наблюдать. То есть не будут у нас руки чесаться, там выбрасывать ее, не выбрасывать. Давайте наблюдаем, что будет происходить, как пройдет взаимодействие этого мицелия. Естественно, проведем эксперимент и попробуем его куда-то отсаживать. И посмотрим, что будет происходить в дальнейшем. Так, это штамм М5 серия 10. Визуально на самом флаконе эта серия показывала, что у меня были более такие большие надежды на этот именно флакон, но, как оказалось, практически при посеве, ну, результат оказался не совсем такой вот большой. Видим, что культура чистая. Так, очень показательно по самому центру. Здесь одна попалась клеточная, клеточный материал. И вот такой вот будет хороший материал. Опять же, будет много монокариотных клеток. И здесь тоже единичная клеточная культурка начала себе расти. Вот видим, слева вот уголочки. Ну, хорошо видно. Ну, что-то фокус так не очень. Ну, всегда что-то камера хочет именно взять то, что нам нужно. Ну, значит, это серия 5 штамма М5. М5 серия 5. Вот. И на этом об успешных вариантах фактически пока все. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте поставить лайки и смотрите, следите за публикациями. Завтра я расскажу что-то важное.